скажите пожалуйста имеет ли эзотерическое значение почему случаются выкидыши нужно сказать себе я не самое главное на земле и нужно почему потому что когда человек не может подвинуться ему мешает короной и еще что то вот есть такое понятие как много женщин вот допустим женщина живет у которой не было которая не была долюблена допустим мама она родила деток и там осталось холостой и всегда жила ради этих деток вырастила деток но она такая что хочет чтобы на нее обращали внимание и вырастила дочку рядом с собой и как назло что мама что дочка невероятно красивые и это они понимают мама требует внимания то есть она требует чтобы дочь уделяла ей внимание а дочь требует внимания к себе и у них вырастает вот как бы заполненность мама заполнена дочерью и забота о ней дочь заполнена мамой у них там это все есть и третьего уже там не может быть потому что две женщины уже имеются или там одна воспринимает другого как ребенка это воспринимает как ребенка и так далее и потом появляется мужчина и эта женщина она не может родить ребенка потому что для того чтобы родить ребенка она должна себе признаться в том что она не ребенок себе сказать что она уже создала себя как мать и сказать себе что она готова служить еще готова служить готова этому ребенку готова пустить этого ребенка готова заботиться об этом ребенке она готова воспринимать кого-то как ребенка не только себя и она должна себе сказать не моя мама не я уже не дети мы взрослые люди мы выросли и так далее вот это может спровоцировать появление также у женщины может знаете быть что когда женщина недолюблена но не в смысле вот я хочу вам сказать когда я говорю слово недолюблена то я не имею в виду интимное отношение очень часто бывает интимное отношение но нет любви то есть мужчина спит просто со своей женщиной или женщина там на автоматизме использует этого мужчину а теплых отношений у них нет то есть холод какой-то мало сердечные такие люди может быть слабосердечные не знаю как это назвать явление ну и появляющийся но когда я говорю о недолюбленности я говорю о том что к такой женщины ее необходимо обнимать вот она этого требует или такой мужчина заботиться разговаривать с ней нужно там гладить это очень важно особенно для женщин вот если вы гладите их если вы обнимать если там кушайте за столом расскажите если вы мужчина что-нибудь разговариваете с близким человеком не живите на автоматизме друг с другом появляется более теплые отношения появляются очень хорошие отношения уберите спесь вот эту гордость если рядом с вами дурачок какой-то живет нервные там и так далее но ничего страшного вы-то его любите сделайте так чтобы он знал что вы его любите не просто я тебя люблю покажите как это должно быть покажите вот смотрите обычно мужчина и женщина когда живут друг с друга друг с другом они друг друга воспитывают и женщина обижаясь должна знать что она обучает его чему она обучает его обижаться поэтому если женщина обижается то он начнет тоже обижаться а если женщина фыркает то что произойдет он тоже начнет фыркать если мужчина материться то что произойдет она начнет материться малодушие развивается именно поэтому хочу вам сказать научите тех людей которые рядом с вами любви научите если вы женщина обнимайте целуйте гладьте говорите прекрасные слова если вы мужчины делайте то же самое это заметно на сто процентов сделает вашу семью хорошей и вы научите друг друга тому что есть если человек очень материться ничего страшного считайте что это не про вас а вы не попадаете дело в том что в этом случае кто-то из вас должен победить но поверьте мне растопить теплом своей любви холод льдинки гораздо легче чем обоим стать льдом льдом почему лед это лед между собой не соединяется возьмите две льдинки и потрите их они между собой не соединяться возьмите две спички зажгите и соедините в пламя вот пламя может быть одним тепло милосердия тепло теплых отношений благодушия уважение в семье это то что может создать объединение и холод обидчивость злобность может создать две льдинки которые только цокаться будут а ты не прав а ты не прав а ты какашка нет ты какашка ах еханый бабай и так далее